По Тюменской области за год возбудили полторы тысячи административных дел на браконьеров. Штрафы порой исчисляются сотнями тысяч. К примеру, в Ромашевском районе было 37 случаев незаконной охоты. И одному из браконьеров придется заплатить 840 тысяч рублей за двух лосей и трех косуль. В местном селе Новоберезовка на разговор по душам собрались егеря и местные жители. Удалось ли договориться, расскажет Николай Смирнов. Эта железная птица может часами кружить в воздухе, отслеживая и животных, и тех, кто на них охотится. Случаи браконьерства в Ромашевском районе происходят все чаще, а егерей всего трое на 345 тысяч гектаров. Допустим, ночные стрельбы от браконьерства ночью, ведь там стреляют без разбора, непонятно что. И в основном попадает, как правило, маточное поголовье. То есть это конкретно влияет на численность животных, которые непосредственно у нас обитают в охоту в Гуде. Лось, косуля. Тюмень, Сургут, Ишим, Омск на охоту в Ромашевский район едут издалека. Кто-то уже знает места, а кто-то нанимает местных жителей. Стреляют и для себя, и на заказ. Эта территория между деревьями Новопетрова, Новоберезовка и границей Вагайского района называется Северным болотом. Именно сюда каждую весну приходят на отел лоси, и именно здесь их чаще всего отстреливают. Один из вариантов решения проблемы – объявить эту зону заказникам и запретить здесь всякую охоту. Есть и другой вариант – частью годней выставить на аукцион. И тогда тот, кто его выиграет, возьмет на себя все заботы и по сохранению популяции, и по регулированию добычи. Положительные примеры есть. Например, Курган, где такая система действует уже более 30 лет. На территориях, где занимаются именно охотопользователи, численность зверей всегда выше. Почему? Потому что люди изначально приходят, они знают, что они хотят, они готовы вкладывать в это средство. Это очень важный момент. Однако такой вариант совершенно не нравится местным жителям. Они убеждены, что если у угодий появится хозяин, доступ в лес для них автоматически закроется. Где гарантия придет, что нормальный охотопользователь, который будет заинтересован в том, конкретно, чтобы и добыча, как сказать, была отрегулирована и разводилась, где считай, если будет поставлено все только на бизнес, ну, соответственно, охотопользователь, он же должен добывать, то есть не добывать, зарабатывать деньги на этом. К концу месяца будет плотный наст, и животные станут совершенно беззащитны перед браконьерами. И как сохранить популяцию копытных в лосином углу, решать надо уже сейчас. Николай Смирнов, Сергей Жернаков, Тюменское время.